Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова с нами на связи. Приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Здравствуйте. Михаил, давайте тогда тоже с вами поговорить. Действительно, тема очень важная. И вот это вот решение брюссельских чиновников, которые выступают, да, фактически уже, за начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в ближайшие даже недели, об этом сейчас было в нашем материале, не дожидаясь все-таки наступления 1 июля, еще раз просто напомню нашим зрителям, тогда Венгрия на полгода становится председателем Совета Европейского Союза. Ну вот, как вы считаете, я не говорю, что это такой ускоренный какой-то процесс, но все же Брюссель озвучил такое решение, такое серьезное решение, на самом деле ускоренное решение в связи с тем, что 1 июля все-таки Венгрия будет председателем, либо же все-таки здесь еще есть ряд аспектов, о которых не стоит забывать. Ну, знаете, я бы, во-первых, не демонизировал председательство в Венгрии в ЕС, вот это не означает какого-то, знаете, какого-то смертельного блокирования украинской евроинтеграции, это немножко не так. Вот, во-вторых, изначально бельгийские дипломаты и руководство Бельгии планировало начать этот процесс именно в период председательствования Бельгии. Вот, поэтому это логично и все это самообусловлено с одной стороны готовностью сторон, вот, с другой стороны, ну, объективными процессами евроинтеграции, которые сегодня идут. Вот, поэтому в данной ситуации можно, конечно, знаете, так делать ссылку на то, что период председательствования Венгрии будет сложнее этот процесс, да, и Орбан предварительно говорил уже об этом. Вот, но тем не менее, все-таки я думаю, что эти даты реальны, я смотрю на это с таким достаточно осторожным, но таким существенным оптимизмом. А по вашему мнению, каким образом вступление Украины, членство Украины в Европейский Союз может усилить сам Европейский Союз, сделать его сильнее, лучше? Давайте начнем, вот, например, с вопроса безопасности, хотя ЕС это больше вопрос политики и экономики, но, как мы видим, постепенно трансформация ЕС происходит как раз и в аспекте безопасности. Ну, вы правы, потому что за последние буквально два года ЕС очень сильно трансформировался в плане модернизации европейской политики безопасности и обороны, вот, и в такой стандартной формуле. Речь идет, в том числе, о стратегическом компасе, то есть в данном контексте Украина является весьма важной и очень такой фундаментальной составляющей безопасности на европейском континенте. Поэтому это абсолютно очевидный момент, который европейские лидеры не могут просто не учитывать. Тут есть достаточно много причин и поводов об этом говорить. Вот, поэтому вообще проблема безопасности является такой приоритетным мейстримом и во внешней политике Европейского Союза, и на сегодняшний день в целом в мире. Поэтому вот эта составляющая, она является приоритетной и, безусловно, главной. Аспект, почему, собственно, Украина может усилить Европейский Союз, это вопрос непосредственно экономики. Он критиками украинского членства в ЕС, критиками европейскими обсуждается лишь в одном ключе. Украина – это страна, разрушенная российской армией частично, во многом это миллиардные вложения, миллиардные сотни миллиардов евро. Иногда некоторые аналитики говорят о триллионе чуть ли не долларов или евро. Каким образом, как вы видите, во-первых, наверное, самый главный вопрос, а выдержит ли экономика Европейского Союза еще одного партнера, еще одного члена? Ну, речь идет не только о Украине, речь идет и о Молдове, и о балканских странах. То есть, в данном случае, понимаете, речь идет не о вступлении завтра или послезавтра. Вот, речь идет о том, что 25 июня будет дан сигнал, официальный сигнал по открытию переговорного процесса, который в практической плоскости будет, значит, позднее. Вот, я имею в виду в том числе и выборы в Европейский парламент, и дальнейшее формирование Европейской комиссии, руководящих органов Европейского Союза. То есть, в данном случае мы говорим скорее о, знаете, таком морально-психологическом, мобилизационном таком символе открытия переговорного процесса, который, безусловно, является обнадеживающим и для Украины, очень важным, и для наших стран-партнеров. То есть, вот в этом плане нужно отметить и символизм, и политическое значение от предполагаемой даты официального открытия переговорного процесса. Еще один аспект – это сельское хозяйство. Плюсов, которые получит Европейский Союз от вступления Украины в институцию. Напомню, что Украина – это, наверное, последнее государство на континенте с настолько крупным агропромышленностью, так можно говорить, сельским хозяйством, которое находится вне Европейского Союза. Россия также, скажем так, в этом аспекте имеет определенные позиции, но Россию мы вообще в целом не учитываем в вопросе Европейского Союза. Каким образом украинское членство в Европейском Союзе сможет усилить вот этот аспект европейской экономики, сельское хозяйство, учитывая морскую логистику, которой Украина может похвалиться в том числе? Ну, вот отвечая на ваш вопрос, я просто напомню о достаточно сложной проблематике, которая возникла в отношении Украины с приграничными странами, из Польши, из-за Словакии, с Венгрии, с Румынии, в частности, именно из агропромышленного сектора, то есть именно за потенциалы и перспективных геополитических возможностей украинского агропрома. То есть в данном контексте для нас будет достаточно, мне кажется, сложным вести переговорный процесс именно по кластеру, связанному с сельскохозяйственной продукцией. Но то, что Украина, безусловно, усилит, с одной стороны, как внутренний рынок ЕС и его позиции на мировых агропромышленных рынках, это абсолютно очевидно. Как очевидно и то, что проблемы с украинской аграрной продукцией, связанные с блокированием, с российской блокадой в свое время, привлекли за собой такой серьезный кризис на мировых рынках. И мы знаем, как ситуация изменялась и как удалось ее преодолеть. Поэтому вот эта составляющая вкупе с логистической транспортной инфраструктурой, с элементами составляющей безопасности и с рядом других приходящих факторов, они могут служить серьезным плюсом для ЕС, и ЕС это прекрасно понимает. Ну, плюс еще электротехническая продукция, товары, машиностроение, да, это то, что сейчас вы говорили. Спасибо вам за это, Михаил, сельскохозяйственная продукция и сырье, и продукты пищевой сферы еще и дополнительно. Ну, на самом деле, такие экономические аспекты, которые очень важны, то, что Украина действительно может каким образом свое место, да, как себя позиционировать, уже когда в составе Европейского Союза. Ну, и плюс все-таки территориальное нахождение Украины и Восточной Европы и понимание, что как раз вопрос безопасности, политической безопасности, ну, и понятное дело, что война продолжается и продолжается, и сегодня сложно говорить о том, что она закончится уже там завтра или через несколько месяцев. Поэтому здесь есть еще ряд вопросов, над которыми стоит работать. Плюс, напоминаем, 27 стран, которые, да, должны все-таки, ну, скажем так, правильно, как сказать, озвучить такие вот переговорные рамки. И плюс вот Венгрия, о которой мы вспоминали, она также должна, ну, принимать активное участие в озвучивании этих переговорных рамок для Украины. Поэтому еще хотелось бы у вас спросить, кроме экономической составляющей все-таки, как бы Украина, по вашему мнению, могла усилить, я бы даже позволю себе так сказать, Европейский Союз, исходя из того, что показала Украина за последние вот эти два сложных года для нашей страны. Но все же, что показала Украина, что может быть используем Европейским Союзом в случае, скажем так, резкой необходимости? Ну, давайте все-таки начнем с того, что Украина заключила ряд соглашений двусторонних с рядом стран Европейского Союза по сотрудничеству с сферой безопасности долгосрочной. Мы не будем брать, скажем там, Британию, но, например, Италия, страны Балтии, это на порядке сейчас, в этой самой повестке дня, Германия, Франция. То есть речь в данном случае идет о долгосрочной и стабильной перспективе военно-технического и вообще в целом широкомасштабного сотрудничества в сфере безопасности. На сегодняшний день это не просто актуально, а суперактуально и в контексте продолжающейся войны, с одной стороны, и с другой стороны речь идет о, скажем так, перспективе, безусловно, формирование мирной архитектуры безопасности на Европейском континенте и в более широком плане противостояния, скажем так, размежевания мирового сообщества, у нас лагерь демократической страны, авторитарного мира. То есть тут очень много составляющих и региональных, и глобальных в сфере безопасности. Вот поэтому в данном плане я просто бы напомнил вам еще то, что вот наряду с этой важной датой по открытию переговорного процесса еще будет ряд очень важных мероприятий. Вообще два предстоящих месяца летних будут политически жаркими для Украины. Я имею в виду и саммит G7 в Италии, и саммит НАТО, и четвертый саммит европейского сообщества, и безусловно, в первую очередь для нас крайне важен саммит мира, который пройдет в Швейцарии. То есть вот эти все события резонансного характера имеют достаточно глобальное и серьезное и перспективное значение для Украины, в том числе и в контексте безопасности. Еще в конце, Михаил, вот фактор господина Орбана, премьер-министра Венгрии. Еще раз хочется на этом просто акцентировать внимание. Есть в международной политике такой вот тезис, если он правильно, я помню. Ничего не согласовано, пока все это не согласовали. Вот для Европейского Союза так точно это, собственно, действует. Как говорят аналитики, фактор Орбана нельзя исключать. И точно их желание в Венгрии приостановить украинское членство в Европейском Союзе никуда не пропало. Давайте тогда говорить простым языком таким, что предложить Будапешту, чтобы Будапешт дал зеленый свет со стороны Брюсселя официального. Ну, давайте все-таки начнем с того, что есть определенная методология переговорного процесса, которая включена в своем уране. Михаил, добавлю у нас меньше минутки. Да, то есть, во-первых, это методология переговорного процесса, раз. Во-вторых, это определенный опыт, который есть у Европейского Союза по, скажем так, минимизации амбиций официального Будапешта. И, в-третьих, это достаточно продуктивные переговоры, которые в последнее время ведет Украина с Венгрией. И, ну, то есть, исходя из этого, можно ориентироваться в том, что, ну, условно говоря, представление Венгрии не будет кардинально, скажем так, негативным или таким провальным для украинской реинтеграции. Михаил, спасибо вам огромное. Обязательно увидимся. Нашим зрителям напомню, Михаил Пашков, судиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.